Доброе утро! В этом ноябре я... Чё я? В общем, сами смотрите. Я должен признаться, хороший разговор лучше, чем секс. Я не тот человек, который... Но я познакомился с проституткой, с элитной проституткой. И в этот момент я сказал, давай лучше поговорим. Но тут внезапно всё летит в пизду. У меня трагедия просто полнейшая. Я, если честно, не знаю, что мне дальше делать по жизни. Это реально фотоаппарат из куска бумаги. Я сижу такой с фотоаппаратом, щёлкаю, щёлкаю и такой, да-да-да, теперь вот так вот. И мы решили покадрово переснять сцену из фильма «Американский психопат». Чё как? Да ничего, никак, да всё нормально. Я тут это классный кофе выпил. Как я уже раньше говорил, я планирую каждый месяц вводить какие-то фишечки, какие-то привычки, какие-то приколы. И каждый месяц немножечко, ну, чуть-чуть капельку экспериментировать над своей жизнью и попробовать добавить в неё, ну, какое-то небольшое разнообразие. Чтобы каждый месяц был в чём-то уникален. И желательно, чтобы эти экспериментики как-то прокачивали меня как человека. Так вот, делая предыдущий видеодневник, я столкнулся с такой небольшой потребностью вставлять какие-то видео поверх своего голоса. Потому что, когда я просто вот так вот говорю, это, ну, не так интересно, как если вот поверх будет какая-то вот фигня наложена, какие-то какие-нибудь кадрики. Ну, знаете, вот эти вот SDG-шные видео, где поверх просто видео идёт ещё где-то мыло режут, мут что-нибудь или готовят, или играют в iSurf или Minecraft. И я подумал, что было бы круто сделать главным челленджем ноября снимать вот такие вот штуки каждый день. Ну, то есть буквально, чтобы в конце каждого дня у меня был хоть какой-то видеоматериал. То есть завести себе такую привычку снимать вообще всё, всегда и везде. Я долго думал, сколько конкретно надо видео снимать. Ну, потому что если одно, то это, наверное, как это маловато. Если там ставить себе челлендж снять 10 коротких видео за день, то чё-то это как-то, ну, скорее всего, я просто всё проебу и всё. Но я как бы не люблю жёсткие правила, поэтому я решил так. Я буду пытаться делать минимум одно видео в день, но если у меня будет вдохновение снять ещё, то я сниму ещё. Давайте сразу посмотрим, насколько хорошо это у меня вышло. Я скидывал всё в определённую папочку. Ноябрь, исходники, видео, бесконечная загрузка. Итого я снял 39 видео за один день. На такое огромное количество видео меня вдохновил Грандштадт. Если кто не знает, это такой остров в Финском заливе, через который проходит дамба, и на котором у нас был запланирован небольшой фото-трип. И погода поспособствовала ему идеально. И эта фотопрогулка стала причиной, пожалуй, лучших фото меня, по крайней мере, за этот год. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok 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 Вообще к размеру У меня проблема такая, что я типа Тонкий, но длинный У меня проблема, что практически Все штаны либо мне короткие Либо с меня сползают, потому что они слишком широкие И ко всей этой моей придирчивости Добавляется такой момент, что Когда я наконец-таки Нахожу то, что мне нравится То, что меня устраивает, то, что на меня налезает И вообще идеально мне подходит Без каких-либо лишних принтов Потому что мне не нравятся какие-то лишние ассоциации У меня, знаете Как будто бы самовыражение заключается в других вещах То есть многие самовыражаются через одежду Принты с логотипами Их любимых групп или чего-то такое У меня никогда не было желания Самовыражаться вот таким вот образом У меня никогда не было ни татух, ни пирсинга Просто потому что Как будто бы мое самовыражение Заключается в других вещах И сейчас такое ощущение, как будто бы Отсутствие самовыражения Через одежду Это уже является самовыражением Это уже является чем-то ненормальным Потому что сейчас все настолько красочно одеваются Настолько это сейчас развита какая-то мода Что когда ты просто хочешь найти черную толстовку Без каких-либо принтов Это превращается в огромную проблему Так вот, и к этому всему добавляется то Что когда ты находишь идеальное то, что тебе надо То, что тебе идеально подходит по размеру Без принтов и всего такого Ты смотришь на ценник и такой 5000 за штаны Да ну нахер вообще Да пошел все в пизду вообще Мя, мя, настало Ну в итоге я ура-ура Купил хоть что-то Потратил на это что-то все деньги Я купил штаны и толстовку Очень доволен, если честно Но мой внешний вид поменялся буквально не на сколько Я хочу рассказать историю Ну точнее как историю Это даже скорее целая сюжетная ветка Про которую вообще-то я должен был по-хорошему рассказать В предыдущих видео Но блин, по объективным причинам Они туда не влезли Потому что блин, вы видели сколько вообще предыдущих видео идут? Ну тут я попытаюсь вкратце Рассказать Как у меня вообще проходила вся эта осень Как вы возможно можете знать Я нигде не учусь Я после того, как закончил 9 класс И то с трудом Никуда, ну не заходил вообще Не ступал ногой ни в какие учебные учреждения Даже свой аттестат не забрал Потому что нафиг он мне нужен Но так получается, что Ну как бы это не удивительно У большинства моих ровесников Сейчас большая часть жизни заключается исключительно в учебе В каких-нибудь учебных учреждениях И у меня возникла такая небольшая маленькая проблемка Что я получается конкурирую за время моих друзей Вместе с учебой А учеба естественно занимает большую часть их времени И моя коммуникация с ними немножко заторможена И чтобы вы понимали Для меня вот это вот все Вот эти вот все вузы, колледжи Для меня это вообще абсолютно какая-то непонятная, непостижимая вещь Я делаю вид, что понимаю, о чем люди говорят Когда они там типа Ну у меня там сколько-то там пар У меня там нужно защитить курсач Я вообще не понимаю, о чем вы говорите Какие нахуй пары То есть я с терминологией максимально незнаком И вообще незнаком со всей вот этой вот жизнью Ну а у меня тут внезапно появилась небольшая возможность В эту жизнь чуть-чуть вот так вот заглянуть Просто хотя бы со стороны немножечко посмотреть И пробраться в один из колледжей Колледж моей подруги А возможность эта появилась из-за того, что у нее, у моей подруги Был в сентябре конкурс Конкурс такой небольшой на видео-визитки группы То есть типа каждая группа делает какую-то свою видео-визитку Которая как-то отображает их натуру Вот, а я как бы, ну как вы можете знать, что тогда в видео понимаю Вот, и у меня появилась такая возможность Я обсудил, мы накидали идеи И в итоге остановились на идее Ну типа воспринять видео-визитка как буквально То есть буквально добавить визитки в видео И мы решили покадрово переснять сцену из фильма «Американский психопат» С визитками Но только там был прикол в том, что у всех абсолютно одинаковые визитки А типа у нас был прикол в том, что визитки все разные И типа это показывает натуру вот то, что все мы такие разные Вот идея была в этом Меня очень прикололо то, что меня просто никто не спрашивал Я просто пришел в колледж и начал снимать Зашел в библиотеку Я просто, ну меня прикололо то, что я хоть чуть-чуть окунулся в эту жизнь Чуть-чуть посмотрел, как это у людей происходит И будем честны, у меня есть небольшая зависть Ну то есть как Каждый раз, когда мне кто-то что-то рассказывает про учебу Я такой, ха, как хорошо, что я нигде не учусь Какая у меня счастливая жизнь Потому что обычно люди рассказывают какой-то просто полнейший пиздец Но в одном пункте Я реально завидую людям, которые где-то учатся И этот пункт, это доступность общения Просто есть такая проблемка у меня, которую я не так давно обнаружил Проблема в том, что когда ты не находишься в коллективе каком-то Будь то там рабочий, учебный или какой-то там, не знаю, кружок Когда ты не находишься в каком-то там конкретном месте, в котором ты приходишь Там есть люди, с которыми ты общаешься Когда у тебя такого нету А у меня нету, потому что я работаю на удаленке Я сижу дома и все Короче, когда у тебя такого нету Общение становится достаточно трудоемким Потому что если ты хочешь лично поговорить с человеком Тебе нужно вот с каждым конкретным человеком Брать и договариваться по поводу времени Даты, места Вам нужно там заранее выехать, приехать И вы вот такие вот садитесь друг к другу И такие, ну давай, рассказывай Нахуя ты вообще меня сегодня сюда позвал И как бы это все накладывает некоторую ответственность Типа, ну раз я тебя позвал Значит, мы должны круто провести время и все такое И в целом у меня и так без того есть какие-то пунктики По поводу того, что я обязан делать общение для людей со мной приятным И я должен как-то им давать какое-то прикольное времяпрепровождение У меня без того какие-то такие пунктики есть А еще вот с вот этим вот фактом Это, ну, короче, достаточно проблематично И когда ты в личке переписываешься с человеком Короче, когда ты общаешься в коллективе У тебя есть какая-то, ну типа, непринужденность Ты можешь, типа, что как? Да ничего, никак, да все нормально Я тут это, я тут сегодня круто позавтракал Классный кофе выпил Все А когда ты переписываешься в личке с человеком Ну это немножко не так воспринимается По крайней мере у меня Хотя я люблю интернет-общение Но просто, просто, ну Просто это реально как будто бы более трудозатратно И знакомиться с новыми людьми Намного трудозатратнее, когда ты не в каком-то коллективе И вот в прошлом месяце, в октябре Если помните, я гулял по понедельникам И был один такой момент Немножечко, ну, странный для меня Сейчас объясню, почему Короче, в один из понедельников Я хотел встретиться со своей подругой Которая учится как раз вот в этом колледже Она, типа, не могла сказать Ну, типа, будет ли у них еще какие-то занятия или нет Потому что у них там какая-то жопа с расписанием Вот, и, типа, сможет ли она со мной погулять или нет Она не знала Но я все равно решил Поскольку я все равно гуляю Я догуляю до ее колледжа И там ее подожду, пока она не сможет ответить мне Типа, сможет она сегодня погулять или нет Вот, я пришел Ко входу в колледж И там Ну, блин, типа Я никогда не видел Такое большое количество Своих ровесников Как там То есть, типа, блин Я привык, что, типа, общение с ровесниками Это всегда какая-то, типа, уникальность для меня Потому что, ну, у меня сейчас есть Достаточно узкий возрастной диапазон Который мне интересен Типа, люди, которые чуть-чуть младше меня Они, ну, типа, пипец шкалота Без какого-то осуждения Просто, ну, типа, объективно Ну, у этих людей другие проблемы И иногда, ну, Ну, как бы, не настолько Откровенное общение получается Как мне бы хотелось А люди, которые старше Они уже из другого поколения Они миллениалы И у них тоже другие проблемы И все такое Поэтому у меня, получается, вот Есть какой-то узкий диапазон Там, типа, от Типа, 19 до 22 Трех Ну, может быть, ладно От 18 до 23 Окей, вот так А тут, в этой ситуации Получается, что ровесников Типа, правда, дофига Вокруг меня Я свою какие-то Немножко странные чувства Потому что Мне моя подруга еще написала Про то, что Нет, все-таки Она сегодня не сможет И я впервые За очень-очень-очень Долгое время Свою какие-то Вайбы одиночества У меня это Прямо редкое явление Потому что Обычно Мой небольшой круг общения Связан с тем Что мне, как бы Нахуй Не нужно много людей То есть Я редко общаюсь Ну, прям С каким-то Большим кругом Просто у меня Не хватает Социальной батарейки Чтобы вот прям Ну С большим количеством Людей общаться Но тут Я свою какие-то Странные вайбы Потому что Мне как будто бы Захотелось общаться Но я понял Что у меня Как бы Ну Мне трудно У меня нет Такой Возможности Настолько Непринужденно Знакомиться Со своими Ровесниками Как Это получается У Моих Знакомых Которые учатся Ну вот Такой я Эмоциональный Порой бываю Да Че ты делал Все Я записываю Хе-хе-хе-хе Субтитры Субтитры Бежит 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 На поле И цели И чтобы понять Куда Идти Сакс Дом Уже Слушать Моя Забота Устала И Хочет Лишь Ласик Ложить Я ничего Не хочу Куда Сакс Чему я это все говорю Это все небольшая предыстория к событиям, которые произошли в этом ноябре, в этом месяце, и она объясняет, почему я так сильно залип. А залип я на чаты, снова, если быть точнее, на один чат, про который я уже рассказывал в этом видео, там в подкасте я упоминал про один очень интересный чат, я тут не буду повторяться, ну ладно, немножко повторюсь, короче, чат людей с хорни настроением, понятно, да? И короче, в ноябре просто произошел максимальный троллинг, потому что, как вы можете, наверное, знать про такую традицию, как ННН, кто знает, тот понимает, но от над новембр, не драчабры, по-русски. Идеально. В начале ноября в этот чат начали добавлять новых людей. Это просто максимальный троллинг, потому что надо понимать, что у этих людей в эре хорни настроение. И я, соответственно, поскольку, ну вот, у меня произошел вот этот вот эмоциональный опыт, о котором я до этого говорил, что-то внезапно захотел прям общаться. То есть внезапно, откуда-то, у меня появилось огромное количество социальных сил, социальной батарейки. И мы в этом чатике начали попорачивать такие штуки, типа, в Телеграм-чате можно сделать, типа, как аудиозвонок. То есть это как в Дискорде или, вот если кто помнит, Клабхаус был, типа, создаешь видеозвонок, и каждый человек, кто есть в этом чате, может к нему присоединиться. Так вот, в какой-то момент эти звонки начали происходить каждый день, практически по 5 часов в день, и я тупо залипал и болтал с людьми. И это стало вот такой вот, знаете, как будто бы виртуальной кухней. Сейчас объясню. То есть это, знаете, вот кухня очень часто такое помещение, где, ну вот, в семье, ну если нормальная какая-то семья, или там, я не знаю, когда вы там с другими людьми живете, кухня – это такое помещение для ненавязчивого общения. То есть, типа, туда люди заходят, пьют кофе, разговаривают, ну, то есть, типа, между собой можно вот так вот просто, просто, типа, люди приходят и болтают. И вот этот голосовой чат стал для меня как будто бы вот этой вот, типа, виртуальной кухней, к которой можно в любой момент зайти и поговорить с людьми, которые тоже не против пообщаться. И по большей части, вот эти вот чаты смогли для меня заменить вот этот вот коллектив, про который я говорил до этого, типа, которого мне не хватало. И я должен признаться, я обожаю говорить, я обожаю, ну, то есть, вы не понимаете, вы не понимаете, я считаю, что хороший разговор лучше, чем секс. Вот я бы так даже сказал, потому что, потому что попробуйте трахаться 6 часов без остановки. А вот говорить, пожалуйста, это, ну, это, это фантастика. Для меня это вот какое-то прям увлечение, знаете, типа, даже так, давайте, давайте так я выражусь. Мне капец как нравится превращать все в своей жизни, то есть, все события, какие-то эмоции, переживания или то, что я там в интернете видел, превращать в какую-то словесную форму монолога или желательно диалога, чтобы человек тоже был в это вовлечен. Я обожаю это. И мне так нравится находить коннект с разными людьми, потому что каждый человек в своем стиле разговора уникален. То есть, с разными людьми можно говорить о разных вещах. И одну и ту же историю ты можешь разным людям преподносить по-разному. И по большей части вся моя жизнь состоит из того, что я слушаю, как и другие люди говорят какие-то мысли. И сам говорю какие-то мысли, сам что-нибудь придумываю. Ну тут я постоянно нахожусь в процессе того, а как бы вот, как бы это прикольнее преподнести, как бы это прикольнее рассказать, как бы добавить в это все эмоции или каких-то приколов. И вот с этим чатом, сука, на который я естественно не дам, связано еще пару историй, которые я бы хотел бы рассказать, потому что это, ну, важная часть моего ноября. Я познакомился с проституткой, с элитной проституткой. Хотя как-то это даже, знаете, какое-то слишком пошлое слово. Скорее, типа, с куртизанкой. Это как будто бы, как будто бы более какое-то прикольное и подходящее для нее слово, потому что, ну, типа, знаете, это человек, который идейно находится в проституции. И мне кажется, это капец каким интересным опытом для общения, потому что, ну, типа, есть что обсудить, есть что поузнавать у этого человека. Вот. И вообще мы с ней познакомились в этом чате достаточно давно, но только в этом месяце решили встретиться, потому что мы вообще-то живем в одном городе. И я ей помог перевести, ну, то есть она пересела с одной короткой на другую, я помог ей перевести вот это вот, типа, качелью, ну, точнее, типа, кресло такое, типа, там большая стойка и вот шар, в который ты садишься и можешь вот так вот качаться. Очень прикольная штука. И она не могла ее раскрутить, потому что там были болты. Вот, поэтому я приехал со своими разводными гаечными ключами и пооткручивал ее болты. А заодно я, ну, я вообще-то на все это время с собой носил фотоаппарат, если вы помните. Я фотографировал все, я снимал на видео все для того, чтобы у меня был какой-то материал и вообще мне было очень прикольно. И я хотел ее еще пофотографировать, потому что в целом она, ну, она в этом нуждалась. Для нее, как бы, это важная часть работы. То есть, по сути, ее фотографии, ну, это, можно сказать, ее портфолио. То есть, ее выбирают на сайтах по фотографиям. Ей эти фотографии нужны были. А я, как бы, это вообще-то умею что-то фоткать. И ей преимущественно нужны были фотографии в одежде, потому что без одежды у нее, как бы, и так есть. И она, типа, без одежды чувствует себя комфортнее, когда фотографируется. Это, ну, парадоксально, да? Это странно, это, ну, ну, типа, когда я фоткаюсь без одежды, я чувствую себя... О, блин, наверное, не надо было говорить, что я фоткаюсь без одежды. Короче, когда я без одежды фотографируюсь, я чувствую себя менее комфортно, чем в одежде. А она, у нее, типа, видимо, она чувствует свою сексуальность, таким образом, и ей так приятнее. Короче, я не мог пройти мимо этого опыта. Я не делал дню фотосессий других людей. И, ну, скажем так, я не то, чтобы в этом заинтересован. То есть, я не тот человек, который... Прикольно, голуба, фоткни. Но, согласитесь, очень... Очень не хотелось бы проходить мимо такого интересного экспириенса. Я решил, что я сначала хочу пофотографировать ее в одежде, потому что, во-первых, ей такие фотки больше нужны. Во-вторых, ну... Ну, ладно, я стесняюсь, если честно. Но все равно, короче. Я ее фотографировал, и это было даже очень, очень даже прикольно. Сначала я фотографировал ее просто, типа, непринужденно. Фотографии я, естественно, не покажу. Так же, как и не буду говорить, как ее зовут, и вообще показывать ее внешний вид. Потому что, ну, вы понимаете, это как бы... Ну, вы понимаете. Но фотографии начали получаться прикольными. То есть, мы там... Ну, то есть, она сидела на подоконнике. Я ее по-разному фотографировал. Я тут понял, что в целом у меня хорошо получается то, что раньше у меня вообще не получалось абсолютно никак. Но сейчас я научусь такой штуке, как не просто фотографировать, а, типа, раскрепостить человека. То есть, когда ты фотографируешь и общаешься параллельно с человеком, и, ну, как бы, говоришь ему, что делать. Вставляешь какие-то шутки для того, чтобы человек расслабился. Ну, и по-всячески креативишь и, ну, находишься в коннекте с человеком. И из-за этого фотографии получаются намного-намного лучше. Потому что, ну, как бы фотограф ни старался подбирать ракурс или, ну, там, выставлять свет. Все равно, если у человека нету эмоций, и он сидит такой, типа... То, ну, ты с этим ничего не сделаешь. Человек просто стесняется. И все. Вот. И поэтому я, ну, максимально пытался в это вот все вникнуть, разговаривать. И вообще это, вообще прикольно было. Значит, я пофоткал ее там на подоконнике. Вышел очень даже мило. И, ну, она сказала, что, типа, давай-ка попробуем как-нибудь по-другому. Вот. И, короче, она пришла на кровать. Я ее фоткал на кровати. Она, ну, хотела, типа... Ну, она и без того. Если честно, она была в платье, которое, ну, мало чего закрывало. Будем честны. И, короче, она, она хотела, типа, ну, сделать более ню фотосессию. Я такой, ща, 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 подожди, подожди. Я тут словил, словил вдохновение. Так, вот, пожалуйста, сядь вот так, вот так. И, короче, типа, ну, че, я ся уже немножко, немножко хот-момент. Немножечко. Вот. Я, я сижу такой с фотоспаратом, щелкаю, щелкаю и такой, да-да-да, теперь вот так вот. И, и вот так вот, вот так вот. И еще теперь туда посмотри. Ага, вот так вот, отлично. Очень круто. Но тут внезапно такой very hot-момент. Все летит в пизду. У меня трагедия просто полнейшая. Я, если честно, не знаю, что мне дальше делать по жизни, потому что мой фотоаппарат теперь... Он должен делать... А это значит, что он теперь вместо того, чтобы производить гениальные фотографии, естественно, все фотографии, которые на него сделаны, они абсолютно гениальны. и должны стоять в музеях. Вместо этого он выдает сранный... Эрр! И делает какой-то жалкий... Где фотки, блин? У него, видимо, сдохло зеркало Ну, то есть в зеркальных фотоаппаратах Внутри стоит большое зеркало Которое при каждой фотке складывается Что я, собственно, я покажу Вот эта вот хрень Она как бы чуть-чуть складывается Но складывается она не до конца И фиг знает, что с этим делать Потому что Единственная камера, которая у меня осталась На которой я могу хоть что-то снимать Это фронталка моего телефона Потому что передняя камера Не может фокусироваться Фотик не может больше ничего снимать И даже он не может перейти В видеорежим Вообще никак, он просто, ну, ничего не делает Я не знаю Как мне дальше с этим жить вообще О, за ужас Скорее всего, это можно отремонтировать Но фиг знает, сколько это будет стоить А может быть, это вообще нельзя отремонтировать Я, типа, отдам его в ремонт И, типа, они такие посмотрят Ну, тут ничего нельзя сделать С вас пять тысяч Самое дурацкое еще Что за день до этого В этот понедельник Моя знакомая написала у себя В Instagram-канале Что она продает свой старый фотоаппарат Fujifilm XT100 А это, ну, типа Этот фотоаппарат, наверное, идеально подходит Под все мои требования Ну, почти Конечно, самая лучшая камера, которую я бы хотел Это Fujifilm XS10 Это вообще просто камера моей мечты На хуй Но, типа XT100 Тоже вполне себе может подойти Я написал Спросил, что, кого, как Сколько стоит Она сказала 35-37 Кому продать душу? Мне Нужна новая камера Потому что От этого зависит Все В моей жизни Я не знаю, что мне дальше По жизни делать Если Если у меня не будет камеры Короче Я отдал этот фотоаппарат в ремонт В нем действительно Сломалось зеркало И почти Сломался затвор Ремонт обойдется В 11700 рублей В этот момент Когда мне это сказали Я посмотрел на свою карту Там было 11400 рублей И это все мои деньги Но в целом Закономерно, что это произошло Потому что То, как я его эксплуатировал Ну Стоит признать, что просто У этих фотоаппаратов Есть определенный ресурс И они в любом случае Рано или поздно Этот механизм ломается И особенно Он сильно ломается Из-за перепадов температур О чем я Тогда не знал А я его как раз Везде с собой носил Там просто перепадов температуры Дофигища было Но в итоге Я все равно Согласился его чинить Потому что Ну Это явно того стоит Капец, как обидно У меня нету Зимней куртки До сих пор Потому что моя Порвалась Я думал Эти деньги потратить туда Но Блин Вот Вот Такая суровая реальность Я хожу Мерзну Но при этом Чинил свой фотоаппарат Потому что Он мне нужнее И именно поэтому Этот видос Получился настолько Всратым Мне пришлось Снимать его На фронталку Телефона И естественно Ни о каком Продолжении челленджа Речи быть не могло В этом месяце Произошла еще одна история Точнее даже Цепочка событий Про которые мне Очень хочется рассказать Я бы вам рассказал Во всех подробностях Но одновременно с этим Это Капец какое личное Но при этом Если я об этом не расскажу То как будто бы Это будет Очень неискренне Так что эта история Долго жила В статусе То ли расскажу То ли не расскажу И за это время Успела нехило Так сократиться Я решил Что я все таки Ее расскажу Но В очень сокращенном варианте Выцеплю Только самую суть Короче У меня в этом месяце Пьюсь Подругу С привилегиями Если кто не знает Типа Friends with benefits Типа Это когда вы Друзья Но при этом Ну то есть Типа Вы друзья Вы общаетесь И все такое Но при этом Вы можете еще Заниматься сексом Друг с другом Но при этом Это не несет Романтического подтекста Вот так вот Так вот В этом месяце У меня было много секса Если честно Он был охуительный Но Помните Что я говорил Про то что Разговоры лучше Чем секс Я это сказал Не просто так Потому что Я внезапно Себя обнаружил В такой ситуации Ну типа Знаете Ну там Секс Круто Это вот Ну что-то Это как Ну для людей Это какая-то ценность Да Но я оказался В такой ситуации Когда Я находился В одной кровати С девушкой Она была Почти полностью Раздета Я был Почти полностью Раздет Мы целовались Она целовала Меня все ниже И ниже И в этот момент Я сказал Давай лучше Поговорим И дело не в том Что Типа Мне не нравится Секс Или то Что мне его В тот момент Не хотелось А дело в том Что Мне на самом деле Не хотелось Прерывать разговор На какие-то сексы Как будто бы Это Что-то То есть Как будто бы Разговоры Для меня Более ценны Если вы понимаете О чем я говорю То напишите В комментариях Ситуации В которых Вы были готовы Что-то упустить В своей жизни Лишь бы Продолжить Разговор С человеком Потому что У меня Таких ситуаций Было Очень много И это Одна из них Ну что ж Подведем итоги Этого месяца Этого ноября Будем объективны Я все Просрал Я не смог Выполнить Свой челлендж И даже если Не учитывать То что я Сам автоаппарат Я все равно Снимаю Далеко Не каждый день И мне обидно Потому что Ну в интернете Часто делаю Так-то знаете Там Ставят себе Какие-то Жесткие правила Какие-то челленджи Их выполняют А потом Это смотрят Много человек Ну может быть Как бы Может быть Хватит Челленджей Я занимаюсь Этим Не потому что Я хочу Себя Еще больше Ненавидеть Я занимаюсь Вот этим вот Семом То есть Съемкой Видео Просто потому что Мне это нравится Искренне И вообще Весь этот месяц Мне очень понравился Это был клевый месяц Я Я не жалею О том что я его прожил И да Конечно я с собой Недоволен Что я Ну помимо того Что не снимал Видео каждый день Так еще и Полностью Проебался Со своими Собственными же Сроками В плане Выпуска роликов Потому что Сейчас На часах 12 декабря Я только сейчас Дозаписываю Конец этого ролика Хотя должен был Уже писать Следующий Но Ладно Меня никто За это не побьет И да Я Лох Я Не достигатор Я не умею Продолевать себя По крайней мере В данный период Своей жизни Я не умею Ебашить Ради каких-то там Сверхважных целей Я раздолбай Но зато Я люблю Каждый день Своей прожитой Жизни Мне кажется Это Немножечко Ценнее Спокойной ночи Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова